Состоялось первое заседание седьмого созыва Думы Находкинского городского округа. В мероприятии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяка и председатель правительства региона Вера Щербина. Состав Думы представлен шестью партиями, работниками сферы образования, медицины и бизнеса. В ближайшие годы находка ждет газификация. Заканчивается прокладка магистрального газопровода до Врангеля. И в следующем году газопровод пройдет уже в находку. Газ может снизить количество угольных и мазутных котельных. Это положительно скажется на общей экологической ситуации. Но даст возможность для развития, в том числе и среднего бизнеса. Переходный газ всегда позволяет экономить денежные средства. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в этом году разработан мастер-план развития Находкинского городского округа до 2030 года с учетом мнения жителей, крупных предприятий, общественных объединений и институтов развития. Он предусматривает создание социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры с учетом планов по реализации инвестиционных проектов и кадровой потребности. Большой вклад в развитие находки сделали и Находкинский завод линеральных удобрений, Находкинский судоремонтный завод, где идет сейчас строительство судов для рыбопроводственного флота. Это порт Восточный, который не только активно развивает свои производственные мощности, но и серьезно вкладывается в социальную сферу. Руководство компании подтвердило, что в этом году еще состоится крытого ледового катка в Авранбле. Поэтому будет возможность для детей полноценно заниматься спортом, хоккеем и в зимнее, и в летнее время. Также, по словам главы региона, свой вклад в известность города вносят и учреждения образования Находкинского городского округа, которые второй год входят в топ-100 лучших образовательных организаций страны. В завершении своего приветственного слова Олег Кожемяка пожелал депутатам успехов в работе. Анна Дьякова, Новости на восьмом.